Казахстанцы продолжают обсуждать ключевые приоритеты послания главы государства, народу страны. Поручения президента о повышении качества жизни вызвали живой отклик у населения. Доступность образования, медицины, жилья, строительство спортивных комплексов и дорог, благоустройство дворов. Предприниматели говорят об актуальности налоговой амнистии. Горожанам импонирует предстоящая реформа полиции, направленная на обеспечение безопасности общества. Большие предприятия, у них большой оборот денег, им проще выплачивать налоги. А нам, как малый бизнес, нам, конечно, затруднительно. Амнистия большое, послабление. Книжение налогов и задолженности, что люди начнут работать с чистого листа. Налоговая система должна обрести новый формат. Так как разрешение таких проблем у малого и среднего бизнеса должно стать катализатором развития экономики страны. Это один из основных пунктов для развития всей экономики нашего государства. Глава государства свое послание объявил в 19-й год, Года молодежи. Я думаю, если проблемы молодежи будут решаться системно, то молодежь страны, соответственно, будет конкурентоспособным, образованным и, конечно же, целеустремленным. Следующий год полагает на нас очень большие усилия, надежды. Мы, в свою очередь, конечно же, постараемся оправдать. Касаемо дошкольного образования, это очень позитивная тенденция. Если мы с детства научим наших детей работать в команде, креативно мыслить и работать в этом направлении, то подрастающее поколение будет быстрее нас принимать решения и, самое главное, делать во благо своей страны. Конечно, порядок поддерживается, в первую очередь, силовыми структурами. Требования к полицейским возрастают, будут они сдавать экзамены или, как там сказать, нормативы. И не только по физической подготовке, но и по всем другим показателям, и по образованию, в том числе, и по знанию законов. Вот это, я думаю, очистит наши ряды. И полицейские будут образованными, смогут с людьми обращаться. Президент поручил со следующего года, с 2019 года, повысить заработную плату медработникам, первично медсестрам, работникам на скорой помощи, зарплату на 20%. На это будет выделено 5 миллиардов тенге. Медработники не будут пользоваться на документальном бумажном носителе. Будет все цифровизация, будет все электронно.